Валерий Вениаминович Валерий Вениаминович Добрый день, уважаемые земляки и телезрители. Ульяновская область традиционно является активным участником Международного инвестиционного форума, который проходит в Сочи каждую осень. И в этом году не было исключения. Большая делегация представителей нашего региона приняла участие. Причем в эту делегацию вошли как представители региональных органов власти, законодательного собрания Ульяновской области, представители органов муниципальной власти, руководства города Ульяновска, города Димитровграда. Ну и безусловно представители бизнес-структур, которые очень активно участвовали в различных круглых столах. В первую очередь, безусловно, необходимо отметить, что Сочинский форум – это дискуссионная экспертная площадка, в рамках которых обсуждается наиболее актуальный вопрос в сфере инвестиций, в сфере экономики, международного сотрудничества. В этот раз мы принимали участие в целом ряде экспертных панельных сессий. Ульяновская область уже давно зарекомендовала себя как один из регионов, который является экспертом по многим вопросам. И в этот раз представители региона принимали участие в круглых столах, касающихся внедрения рискоориентированной модели, реформирования системы контроля и надзора, улучшения бизнес-климата. Сергей Иванович Морозов в качестве ключевого эксперта был приглашен на круглый стол, посвященный взаимодействию России и Германии, в часть инвестиционного сотрудничества, развития совместных предприятий. И здесь Ульяновская область уже давно завоевала право считаться ключевым регионом по сотрудничеству с немецкими компаниями и развития российско-германского сотрудничества. Также мы принимали активное участие в круглых столах, посвященных развитию региональных корпораций развития, которые проводил Министерство экономического развития, прошу прощения с автавтологией. Отдельно обсуждались вопросы взаимодействия федерального центра и регионального уровня власти, вопрос передачи полномочий, распределения источников финансирования. Это тоже очень болезненный вопрос на сегодняшний день, безусловно, поскольку в условиях бюджетного дефицита четкость разграничения обязанностей и полномочий является очень таким краевольным камнем. И я думаю, что дискуссия была довольно-таки интересной и очень продуктивной. Но также надо отметить, что сочинская площадка всегда являлась основной базисом и местом встречи с нашими партнерами. Мы традиционно проводим большое количество переговоров, и многие из них завершаются подписанием конкретных соглашений. В частности, в этом году в Сочи были проведены успешные переговоры, поставлена точка в старте целого ряда проектов. В частности, это строительство нового завода компании «Легран». Они выразили желание реализовать проект на промышленной зоне Заволжья, по строительству нового крупного проекта предприятия по производству низковольтной аппаратуры и сопутствующих им изделий. Очень интересный проект, высокотехнологичный проект компании «Роскомпозит», который мы планируем реализовать на площадке индустриального парка «ДААС» в городе Димитровграде. И это очень важно, поскольку в рамках реализации проекта «Диверсификация экономики моногорода Димитровград» это очень показательный проект. Он очень высокотехнологичен и связан с созданием из современных композитных материалов платформ для перемещения грузов, саней, если уж проще говоря, а также автоматических механизмов, которые бы могли перемещать эти грузы. Ну и, безусловно, очень важный, очень интересный инновационный проект, который планируется реализовать на площадке аэропортовой особой экономической зоны нашей, еще одной точки роста. Это проект «Зао Созидание». Я думаю, что Валерий Аниаминович сможет нам более подробно рассказать о нем. Александр Александрович, если вернуться к французской компании «Легран», зачем ей третья производственная площадка? У нее же есть завод «Контактеры», и у нее есть завод «Легран» в промышленной зоне завода. Но мы уже давно являемся партнерами с данной компанией, и компания заходила к нашему региону приобретая завод «Контактер», как вы правильно заметили. После этого мы очень много общались с собственниками и поняли, что сейчас для компании является в качестве одной из стратегических целей это концентрация производства и формирование идейного центра компетенций в одном регионе. Именно тогда родился проект создания второго предприятия, где было, так скажем, уже локализовано более производство, перенесено в том числе и из других регионов. Сейчас компания, понимая рынок российский, планирует, с одной стороны, нарастить объемы производства, но и с другой стороны, мы понимаем, что площадка завода «Контактер» она зажата в центре города, и для того, чтобы развиваться, компании необходимо выходить на более приспособленные площади, а земля, которая в центре города, она должна служить обществу. Поэтому, помимо того, что это будет дополнительно новое производство, мы рассматриваем вопросы, ведем переговоры по поводу выноса из центра города данного предприятия, производства, высвобождения территории для общественной застройки. Хорошо, спасибо. И еще один вопрос к вам. Если сравнивать результаты Сочи-2016, Сочи-2015, Сочи-2014 и так далее, а какой из этих форумов, по вашей оценке, был наиболее успешным для Ульяновской области? Наверное, сложно сравнить именно таким прямолинейным путем, поскольку задача каждого форума, она своя. Сочи-2015, безусловно, очень тяжело оценивать именно с точки зрения результативности, потому что проходил он в условиях довольно-таки сложной геополитической обстановки, поэтому говорить о том, что были какие-то конкретные переговоры, это, наверное, было неправильно, хотя тоже был подписан целый ряд соглашений. И тогда мы очень активно сотрудничаем с российскими компаниями. Каждый из форумов несет свое, и у каждого форума есть свое направление, и есть ключевые, соответственно, тематики. На ряде форумов мы ставили перед собой задачу ознакомить руководство правительства Российской Федерации с нашими амбициозными проектами, и именно благодаря возможности презентовать на площадке Сочинского форума проекты и Симбирского кольца, и ядеронационного кластера города Димитровград, и портовой особой экономической зоны, нам удалось сдвинуть эти проекты и успешно реализовать их, получив государственную поддержку со стороны федерального центра. Были форумы, в которых было большое количество переговоров, и мы на самом деле нашли там очень серьезных партнеров, которые построили уже свои здесь предприятия. В качестве таких примеров можно привести и компанию «Токата», и компанию «ФМ Лоджистик», которые уже реализовали свои проекты. Это тоже, в общем-то, результат работы в рамках Сочинского форума. Поэтому говорить о том, какой из этих форумов был более успешен, какой менее успешен, наверное, сложно. Поэтому каждый из этих форумов ценен по-своему, каждый из этих площадок, и вопрос не в том, какая площадка более эффективна, а вопрос, каким образом использовать те возможности, которые она предоставляет. Ясно, спасибо большое. Ну, а теперь перейдем к вам, Валерий Вениаминович. Расскажите о своей компании, расскажите, чем вы собираетесь заниматься на территории Ульяновской области. Добрый день, глубокоожайные телезрители. Наша компания существует с 2004 года. Мы занимаемся пожаробезопасными синтетическими маслами с этого времени. И в 2014 году мы пришли к выводу, что имеет смысл организовать производство на территории Российской Федерации. И мы занялись поиском различных площадок. То есть это было непросто, но потом в силу, так скажем, преимущества именно площадки в Ульяновской области, то есть это связано с возможностью доставки грузов морем и рекой до порта, а также теми преференциями, которые присутствуют в особоэкономической зоне. Они для нас очень важны, так как у нас исходное сырье все-таки поставляется из-за рубежа. Было принято решение, что мы будем привязываться к этой площадке. Вот, собственно, одно из главных причин. Сам продукт очень, как бы, важен в каком плане. Все крупные тепловые и атомные блоки используют в системе смазки, в системе регулирования пожаробезопасные синтетические масла. То есть в советское время этот продукт был разработан, ну, в силу, так скажем, разных обстоятельств. В основном, это, конечно, разрывы технологических связей, то есть в 1991 году. Вот, производство было прекращено, и по лицензии оно производилось за рубежом. Мы доработали этот продукт, и это продукт более высокого качества с точки зрения технологичности производства и сроков службы эксплуатации. Вот, также у нас связано с тем, что по нынешнему регламенту все продукты, поставляемые в смазке, должны в дальнейшем утилизироваться. То наш продукт позволяет, просто проведя определенные процедуры очистки, использовать его в дальнейшем снова. То есть это в том числе снижает нагрузку, скажем, на экологию. Вот, также здесь, что нужно отметить, что проект наш предусматривает возможность в случае увеличения потребностей в этом продукте достаточно быстро, то есть в течение года нарастить производство с объема нынешнего 400 тонн до 2500 тонн в год, что закроет полностью потребность не только наших российских предприятий, но также и атомных и тепловых блоков, которые строятся за рубежом. А эта программа сейчас активно развивается. То есть можно сказать, что это продукт не только импортозамещения, но также и экспортно-ориентированный, то есть который позволит получать, соответственно, валюту, что немаловажно. Ну и также в случае, если произойдет такое расширение производства, то произойдет увеличение, соответственно, рабочих мест, увеличение налогов и так далее и тому подобное. А сколько Вы предполагаете инвестировать в этот проект? Здесь, так скажем, несколько источников финансирования, то есть своих средств мы привлекаем, а также привлекаем средства из фонда развития промышленности. То есть общий объем инвестиций состоит порядка 500 миллионов. А сколько будет создано рабочих мест? Так как предприятие, так скажем, высокотехнологичное, использует новейшее оборудование, не так много, но 40 мест это в случае, если это будет объем тот, который запланирован. Линейной зависимости, конечно, увеличения рабочих мест не будет в случае увеличения производства, но сейчас 40, в дальнейшем может дорасти до 100. Понятно. А какие еще варианты, кроме Ульяновской области, рассматривались, Ваня? Здесь очень как бы я не хотел бы погружаться в преимущества тех или иных особых экономических зон или территории опережающего развития. У каждых есть свои минусы, свои плюсы, но у нас был, так скажем, некий печальный опыт взаимодействия с одной из зон опережающего развития. Но там было связано просто с тем, что виды деятельности, которые подразумевают наше производство, не были прописаны в постановлении правительства. Поэтому мы были, так скажем, в неком цейпноте, но благодаря, так скажем, помощи администрации Ульяновской области мы достаточно оперативно смогли решить вопросы, связанные с выделением участка по тем параметрам, которые были нам нужны. Вот все хорошо. То есть главное, что есть лимиты, есть их условия. У вас одна из немногих в стране, это я могу вам с ответственностью заявить, площадок, которые готовы принимать сюда инвесторов. То есть, поверьте моему, так скажем, опыту, я этим занимаюсь уже два года, я объездил много территорий. И ваше преимущество именно в том, что сейчас даже, кстати, вот открылся Иран, так скажем, для мира. Были сняты санкции. И Ульяновский порт, это один из двух портов, который имеет возможность принимать река-море сюда. Сюда река-море. Поэтому я думаю, что у вас очень хорошие перспективы. И этот проект, он только начало нашей, так скажем, громкого слова экспансии. Ульяновский регион. Просто у вас есть потенциал, который мы считаем, что еще не полностью используется. Значит, у вас есть еще какие-то виды, какие-то планы на сотрудничество с нашей областью? Да. Ну, это вот первое, это как бы ласточка. То есть, это наиболее востребованный в данный момент времени проект. Это действительно ситуация назрела с точки зрения стратегической безопасности. Так как это стратегические объекты используют эти продукты, которые мы планируем здесь производить. Ну, следующий проект, он тоже будет связан с энергетикой. Александр Александрович, а только что было сказано о много добрых, хороших слов по поводу инвестиционного оклимата Ульяновской области. Что нас ждет еще до конца этого года? А будут ли подписаны какие-то новые инвестиционные соглашения? Да, безусловно, мы будем продолжать работать в направлении привлечения инвестиций. Но прежде чем ответить на этот вопрос, хотелось бы еще остановиться на одном очень важном моменте, принципиально важном моменте для Ульяновской области. В рамках Сочинского форума состоялось очень важное событие. Правительство Ульяновской области, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и компания ДМГ «Мори» подписали специальный инвестиционный контракт. Это третий специальный инвестиционный контракт вообще в истории Российской Федерации. Первый специнвестный контракт в сфере машиностроения, станкостроения, если быть более конкретным. Это на самом деле очень значимое событие, это новая форма поддержки, которую мы помогаем получить нашим партнерам, нашим инвесторам, благодаря активной позиции Минпромторга, который придумал этот механизм, который позволяет гарантировать на протяжении длительного периода времени стабильность условий прихода на территорию Российской Федерации, а также позволяет ему закрепиться на российском рынке, предоставив определенный льготный период, освобождаемый от обязательств локализации для того, чтобы иметь возможность закрепиться и обеспечить здесь приход своих партнеров на территорию Российской Федерации. И мы планируем очень активно это использовать. Компания ДМГ Мори, напомню, реализовала свой проект буквально год назад по строительству станкостроительного завода, первого за последние 25 лет нового станкостроительного завода на территории Российской Федерации. И сейчас эта компания активно занимается локализацией, формирует парк поставщиков. Уже две компании заявили о своем желании прийти в Ульяновскую область и начали создавать свои производства по производству компонентов для станкостроительной отрасли. Не только для этого предприятия, но для всей станкостроительной отрасли Российской Федерации. Это очень важно, поскольку именно здесь локализуется технология. Именно здесь компания ДМГ Мори создает инжиниринговый центр, который не только производит, усовершенствует, но и разрабатывает новые станки под потребности заказчика, под потребности в том числе внутреннего рынка. И это на самом деле очень знаковый проект. И по факту мы можем сказать, что сейчас на территории Ульяновской области любой инвестор может найти любое сочетание мер государственной поддержки, которое будет оптимально именно для его проекта. Все формы государственной поддержки, которые существуют на территории Российской Федерации, они присутствуют на территории Ульяновской области. И поэтому любой проект, любая конфигурация, любое направление может найти ту оптимальную схему реализации этого проекта и поддержки этого проекта. Что же касается дальнейшего развития, мы планируем, что до конца года будет открыт еще целый ряд предприятий. Мы ожидаем открытия предприятий, сталилитейного предприятия компании «Памир», который будет очень активно участвовать в программе импортозамещения, в том числе локализации компонентов посттанкостроительной отрасли. Мы ожидаем открытия крупного торгового центра «Декатлон». Еще целый ряд проектов будет, с одной стороны, запущен с точки зрения начала реализации проекта, подписанного инвестиционного соглашения в сфере альтернативной энергетики, новых материалов. Именно ставку мы сейчас делаем на экономику завтрашнего дня и экономику будущего, с одной стороны. И с другой стороны, мы сейчас уже будем проводить работу по поддержке наших действующих предприятий производства модернизации. И производство, которое производит уже сегодня продукцию, которая будет модернизировать свои производства. Именно для этого мы используем и ресурсы Фонда развития промышленности федерального и нашего регионального Фонда развития промышленности. Уже в этом году мы рассмотрели целый ряд заявок и предоставили эти меры государственной поддержки. Еще в ближайшее время мы ожидаем дополнительные заявки. И те лимиты, которые были выделены на этот год, регионы будут, надеемся, эффективно использовать. Хорошо. И, наверное, Александр Александрович, а последний на сегодня вопрос. Губернатор Сергей Иванович Аморозов поставил перед вашим блоком, перед блоком развития, я бы сказал, очень серьезную задачу. К 2021 году выйти на ежегодную сумму инвестиций в области 115 миллиардов рублей. Насколько это реально и что для этого нужно сделать? Задача на самом деле непростая, но она достижимая. Мы понимаем наши основные точки роста, мы понимаем, каким образом мы будем работать с нашими партнерами и помогать им привлекать средства, инвестировать в наш регион. Но мы должны понимать, что сумма 115 миллиардов рублей – это не сама цель. Это как следствие. Это аккумулированное выражение именно темпов развития экономики. За этой суммой стоят новые рабочие места, за этой суммой стоят новые налоговые поступления. Именно ради этого мы в этом плане работаем. И что нужно для этого делать? Есть четкое понимание программы развития территории на ближайшие пять лет. Есть конкретные точки роста, которые необходимо стимулировать, которые необходимо в том числе инвестировать. И бюджетные, и частные средства в рамках государственного частного партнерства для того, чтобы развивать эти площадки. И мы понимаем, что они будут привлекательны для инвесторов. Они уже сейчас привлекательны для инвесторов. Это я говорю и о наших индустриальных парках региональных, как развитие промзоны Заволжья, Новоспасская, Новоульяновск, Инза. Это и территория переезжающего развития в городе Димитровграде, индустриальный парк Димитровградского автогрегатного завода. И новая площадка индустриального парка Димитровград, которая будет реализовываться по принципу Гринфилда. Это и наша аэропортовая особая экономическая зона. Все эти точки понятны. Мы понимаем, как мы будем в дальнейшем развивать эти площадки. И на самом деле задача непростая, но она достижима. И для этого нужно работать, не покладая рук. И в общем-то мы умеем это делать. Команда для этого сформирована. Я думаю, что эта задача и по плечу. Спасибо большое. Всего доброго. Успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова